Продолжение следует... 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 а вот и защитники на заводе и пошла атака на командный центр айрко довольный сначала опасно сделал разделила свои силы на три точки на текущий момент создание вы удерживают свои три . хорош вот дошли бомберы да вот по-тупо по-хорошему кому-нибудь захватить ближнюю крепку давал лишние очки лежит себе не захваченная . отыжали у них центр пока что преимущественно на стороне айрко держит они в конечном итоге лишатся забота но он свою функцию выполнил он дал очки так же таки ему же почти не может держаться скоро придется с лишним вот потерян командный центр и уже преимущество за сотню учитывая что отбой уже довольно много времени прошло что даже если они заберут завод есть риск того что завод просто-напросто не успеют дать те самые решающие очки если команда она мы заберем куда есть такая вероятность но мне кажется рычал сейчас завод успеет еще раз так мы века отвлекли истребители он не успел на людей забрали завод но есть еще момент что бомбардировщики взяты на укреп не можно укреп ближника нам и до сих пор не захват то есть у них преимущественно идет бой по одну точку тогда как рп отробить силы и захватываются новые точки вот захватили они все-таки ближний аэродром силами одного из истребителей но преимущество уже близится к 150 очкам и это довольно то есть тут два варианта скорее всего я бы сказал что сейчас их просто вырежут грозовой фронт да он сейчас может решить потому что уже одного из бойцов они потеряли сейчас только тот вариант что либо они продолжают отжимать точки нет не успеют все осталось сомнительно что они успеют продержаться потому что идет очень быстрый захват токи вот еще один потерян остался штурм лайк преимущество резко-резко сокращается сейчас еще забот даст тут уже тут уже знаешь абсолютно горе сик тут уже сто процентов то есть несмотря на хорошее течение боя сначала до его середины после грозового фронта все было потеряно знаешь еще сомнительный момент такой что зачем штурмовик прилетел на этот укрепрайон если видел что туда летят бомбардировщик я между просим всегда решил просто захватить быстрее но опять же это не имело смысла если бы он захватывал другую точку это ему по-хорошему было бы ныкаться в интересном месте конечно некрасиво но победа есть победа да как говорится не ну в принципе тут она мы сделала хороший ход когда просто-напросто не стала заморачиваться и под конец боя всех вырезала то есть они держали свои точки в том состоянии чтобы идти хотя бы приблизительно брови не допустить превосходствовали посильного преимущества и в конце отхватив завод всех вырезали тут очень важно этот момент контролить что когда начнется грозовой фронт а то силы могут быть разрозненные и прямом столкновении примеру команда противника которая имеет преимущество да по количеству самолетов может вытащить победу таким образом просто вырезал всех так того у нас 10 в пользу она мы давайте посмотрим бой со стороны айрко я полагаю стример готов мы можем запускать ну что ж вот и начало второго раунда посмотрим проверили айрко работу над ошибками то что зачастую в турнирных боях именно все решает грозовой фронт очень часто так краж писались подписали страшно выходим асимен крашнулся у ребят асимен крашнулся у ребят с асимен крашнулся у миски ну стоит отметить наверное что состав команд принципе по самолет пожалуйста во послуживание и обратно наш миландар главный построен таким образом состав команд что в принципе штурмовик и тяж спокойно забирают завод именно с одного захода и прикрытие на маневренном год довольно своеобразный сетап то есть это очень большая ставка именно на пиражный бой то есть истребителей зависит очень много здесь ну слушай а как ты раз как ты относишься к такому моменту что если не брать штурмовик а взять дополнительно какой-нибудь многоцелевой истребитель к примеру тяжелому ну если взять многоцелевик то это скорее всего американец чтобы был довольно большой обвес то есть это либо ветка thunderbolt of секунду либо на крайняк выходим а ну началось так пляски с бурном андрей но ты с хорошим подвесом многоцелевик и хорнет к примеру по большому счету должны забрать завод если рационально сбрасывать этот самый подвес да они заберут и спор но тут большой вопрос в том насколько хорошо они сработают обвесом что бомбы бомбами но и потребуется добрать еще как минимум пару помещений пару зданий чтобы все таки добрать зал поэтому тут все бомбы уйдут на центральную точку причем учитывая их мощность скорее всего понадобится несколько ну опять же смотря какие бомбы ну так тысячка она не забирает полностью район труп завода имеется ввиду наиболее защищенный то есть туда требуется добавлять ракетами его сбрасывать еще одну бомбу что не совсем выгодно просто бомбу многоцелевик а я бы советовал сбрасывать на административное здание которые зайди пожалуйста на услуживание вот чтобы нанести как можно больше урона и по минимуму добавлять ракетами то есть получается вес обвес хорнета практически уходит на центральную точку и часть обвеса многоцелевика уходит на забор своей точки и того получается у них на то чтобы добрать завод остается такое же большое количество обвеса тогда как штурмовик в данном случае спокойно проходит две-три точки ну это если не совсем гладко все скидывать грубо говоря на боевые условия в идеальном варианте вполне спокойно могут собрать да и тяж и многоцелевика то есть еще одну бомбу что не паралит итак попытка номер два и уже три даже нифига себе это чуть типа война что ли я вовсе не толстый я в меру упитанный псих в полном рассвете итак единственное что тут наверно стоило все таки ил 8 брать что в части наземки он наиболее посильнее так он же жутко медленно а скорость здесь может решить и слабое ну в скорости сутся там он конечно отличается но не настолько сильно а вот в качестве именно боевой мощью он его превосходит довольно с и пил 10 это полутяж полу штурмовик то есть маневреном бою до другими штурмами он хорош но вот именно в том чтобы крабить на земку ил 8 будет посильнее что же у нас на поле боя сейчас творится активная борьба за центр и командный центр опять же и атака одного из укрепа то есть арка пошло по той же схеме ну и собственно как и раньше центр за остался за на мэ то есть центр они сатран то что здесь кажется не самой важной точкой он я бы не сказал этого то что здесь центр дает доступ практически ко всем точкам сразу он то и дело что его бросать ни в коем случае нельзя иначе мобильность теряется это да то есть грубо говоря до всех точек примерно одинаковое от него расстояние и поэтому держать там защиту очень поле так что у нас пришла поддержка от анаме успеют ли они отжать командник так как он уже полу захвачен учитывая сколько их прилетело они решили его централизовано забрать все тут уже идет захват завода то есть течение боя пока что остается тем же что и раньше особых изменений как тактики незаметно смотри сейчас может быть очень интересная ситуация штурмовик на заводе пытается каким-то образом гоняться за тяжелым истребителем может решить кто-то кого собьет откатили при желании у десятый может как всегда на орех посадить если уж сильно постарается но не сложилось так командный центр почти захвачен видимо не хватает на земке так что у нас пока происходит особо активных действий больше пока нету никаких интересных столкновений и или захват завода идет все таки не вышло его отобрать судя по всему они могут захватить завод настроен это очень серьезно но учитывая что там штурмовик чёрт возьми ты посмотри на этих камега но тем не менее сейчас они тут свои струбителя будет его прикрывать и он спокойно может крабить если туда никто не полетит и за иркот то ну вот сейчас главное иркот туда или лететь всей командой чтобы за сразу ими преимущество либо не летать туда по одиночке что опять же создает риск так аиркот отобрали центр несмотря на наличие там против включили свою мобильность и отряд бомбардировщиков пошли так пошел захват верхнего крепа и потерян за но плане тактического наиболее выгодное положение сейчас у аномы что не могут все сосредоточиться и забрать центр пока будут отвлечены аиркот несмотря на то что центру них потерян достаточно интересный матч получается постоянных переходят большого отрыва по преимуществу ни у кого нет тут видишь в чем момент есть и сейчас аиркот не успеет отжать командный центр резко образуется превосходство в точках причем им помешали забрать верхний укреп и того получится три точки на одну учитывая текущее состояние счета резко поменяется ситуация ну да успели то есть сейчас бомбардировщики доходят и получается также остаются две точки на две причем скорее всего тогда уже бомбардировщики пойдут на завод собственно это сейчас уже и происходит то есть тут уже будет потерян завод если она меня едят кого-то плохо не любите то есть сейчас мы видим что атомы ой а нам и извиняюсь аиркот начинает снова ввести в счете и главное им сейчас в этот раз также не попасться на грозовой так завод дал очко а нам и временно впереди так отбирают командный центр они в это время дошли бомбардировщик я вижу один истребитель не отвечает не отвечает захватить верхний укрепрайон если он захватится одновременно с заводом уже все превосходство не будет нижний укрепрайон причем смотри они сейчас заберут командный центр скорее всего 4 сколько там хоть одну наземку но они заберут довольно быстро вот что и случилось того за ними теперь командный центр завод укрепрайон за верху остались центр и укрепр единственно что сейчас бомбардировщики уже на полпути то есть завод будет потерян а туда штурмовик уже прилетел да единственно что я не понимаю зачем количество времени за минуту бобрыни долетят а он даст преимущество им бы сейчас собрать силы в кулак и единый грозовой фронт встретить а нам и потому что смотри сейчас какая ситуация на центре а нам и собрали как раз тот самый кулак чтобы грозовой фронт не пойти и отжали сразу точки то есть учитывая времени которое еще осталось смотри и вновь получается что у команды эйрко уже почти все уничтожены осталось только три игрока да 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 то есть несмотря на то что они все-таки забрали завод количество пилотов воздухе у них всего трое один из них штурмовик что противовес прям истребителям совершенно никак не поможет согласен но сейчас посмотрим как будет развиваться событие то есть изначально тактика выглядела довольно красиво но она мы выигрывают именно тем что они в нужный момент собирают свой кулак для того чтобы задавить против просто они очень хорошо отслеживают этот момент грозовым фронтом но они основные свои силы держат рядом да то есть если оверкор разделяет по всей карте то она моя держит на соседних точках чтобы в случае чего быстро лететь собственно как оно и вышло что у них несколько человек на центре несколько на командном то есть они быстро подтянулись и единым кулаком пошли не увидишь интересных людей говорили они сможешь их убить говорили они а сейчас кто кого убивает так будет и нарана эрхо в живых остались все медики 84 ну и псимов может конечно попортить жизнь если начнет работать проходами но для этого надо снять хорнета для этого нужно время а времени на данный момент нет да так и 84 и остается псима ну а я смотрю его не особо выслеживают ждут наверно что он сам где-нибудь засветится ну и переживать уже не о чем а уже в принципе да победа тут смысла гоняться за ним никакого но заметь шли довольно близко друг другу очень близко 846 против 800 то есть по по сути чуть-чуть поднапрячься еще была бы победа но кулак он и есть кулак все-таки турнирные бои это не рандом и здесь очень много факторов надо учитывать в турнирных боях очень важно взаимодействие в команде причем нужно не только разработать тактику как лететь с людьми очень чутко к этому вопросу подходить чтобы чуть ли не по секундам знать кто что и когда может так сейчас пересоздаем карту и будем играть оставшиеся два боя и так и 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 почему вы едет хорошо битвы не тяжа так не хватает одного и проказ команды еще одна а и и и и и и и так судя потому что я сейчас вижу арку решили немножко поменять стратегию под новую карту и в этот раз уже выступить двумя тяжами интересный вот но крайне сомнителен на мой взгляд учитывая что любую точку на этой карте можно забрать через воздух они очень сильно себя ограничивают в виражном бою выставка делается на двух пирожников на то что тяжа его будут быстрее захватывать . поддержка извините ребят у андрея игра зависла так что ему ком приходится переключить поэтому буквально дождем все я ухожу но сейчас посмотрим ну знаешь на мой взгляд на этой карте брать штурмовика нецелесообразно да и два тяжа не сказать что прям вот очень нужны ну посмотрим что из этого выйдет может ребята придумали что-то действительно интересные плане тактики либо манера боя такая у людей опять же не сказать что решение неверное ну да можно на карта где точки забираются через воздух мило смысл действительно разделить именно на воздушников убрав штурмовиков по-хорошему здесь сделать большой упор на воздушный бой так как на примере предыдущих двух раундов пока что аирка проигрывает именно в воздушном господстве и здесь нужно максимально по усилиться и груб ждем готовность от команды ирка не подтверждается запускаем ну нифига себе это чуть того что у нас 4 укрепрайона и аэродром в данном случае штурмовики на мой взгляд собственно с ранее высказанным мнением согласен что абсолютно здесь бесполезны учитывая что это все-таки турнирный боя не рандом укусит заботек мало того что они не маневренный никак не помогут маневренном бою так они и медленные то есть они будут ограничивать скорость захвата точек на мой взгляд я бы понял эту карту если бы это был ну 9 10 уровень где штурмовики действительно мимоходом забирают точки до согласен то есть это дало бы определенные определенную свободу действий истребителем так что мы видим кулака на м и ограниченные силы аэрко на центре у меня черный экран ребят придется переигрывать что я не могу ласпица я не пишу а Вот эти вот некоторые нюансы нестабильности с игрой очень сильно портят вообще восприятие подобного рода мероприятий. Ну, в свое время из-за всех этих проблем, частых багов я делал довольно солидный перерыв с игрой. Ну, что в один прекрасный момент, действительно, ну, уже нервы не выдерживали всего того, что происходит. Просто как ни крути, да, эти частые вылеты, регулярные баги, черные экраны, пропадающие прицелы, поты, невидимки и прочее, прочее. Ребята, а можно вопрос? У наших игроков, у всех вопрос. А у судьи в любой момент, если краш, то выходим все. Понимаешь, в чем дело? Я объясню, у меня случился черный экран, я не могу адекватно разбиться, я могу заметить в другую точку и там меня уничтожат и отдадут преимущество какой-то из команд. Ага. Я понял. А ты вылетел и не мог написать, да? Я-то написал вам, что краш у меня ответственный. Это я вам написал, ребят. Я понял, понял. Все, хорошо, сейчас заходим тогда. Так вот, о чем мы. Говорим о нестабильности. Происходит, да, нестабильность. Как бы, вроде бы все всегда хорошо, но вот эти вот нестабильности очень сильно все-таки раздражают. Особенно, когда ты, извиняюсь, игрок далеко не новичок и переживаешь каким-то боком за статистику, либо просто банально тебе неприятно, что вот так вот. Ну, как минимум свое эмоциональное здоровье бережешь, да? Ну, грубо говоря. Так, я готов. Не, ну, у меня, например, не бывает случаев, что я выхожу из боя посредине, ну, просто из-за того, что там бомбит или еще что-то. Если уж ты зашел, да играй до конца. Играй до конца, жмай. А тут, получается, тебя выкидывают, ты пытаешься зайти, тебя либо не пускают и так далее. Естественно, на тебя жалуются, что, ну, товарищ вышел. И получается, ну, кажется, что ты вроде бы и не специально, но жалоба на тебя уже есть. Ну, и плюс мелкие баги, недочеты, они всегда сильно влияют. Примерно, ну, сколько у нас? Ну, два боя из десяти, краш, наверное, где-то. Да? Семидесяти процентов. Че у нас на поле боя? Ну, в принципе, ситуация, как и в прошлый раз. Начало особо не отличает. Это кулаканаме и айрко раздробившие силы. Центр уже потерян. Надо отметить, что на этой точке центр очень важен. Потому что, грубо говоря, с центра можно высылать партизанские отряды на любую точку. Айрко сделала ставку на то, что отвлекают внимание и захватывают в это время два украины силами тяжелых истребителей. Но совершенно, на мой взгляд, не очень корректное решение, потому что тяжелые истребители, несмотря на свою страсть к быстрому бою, к возможности эффективно забирать наземку, довольно долго с этим позициями. Опять же, повторюсь, на мой взгляд, сетап команды айрко немножко, ну, это мое мнение, не совсем подходит для этой карты. Здесь максимальная мобильность нужна и возможность быстро забирать воздухом точки. То есть, насколько я понимаю, сейчас тяжи пойдут по кругу, истребители будут пытаться забирать цепь. Так, а вот и быстрый отряд реагирования Аноме начинается. Своё движение. То есть, вот чем важен центр. Смотря на то, что Айрко на укреп пришло с силами попротив одного, Аноме быстро довольно сориентировалась и отправила один из отрядов. Я не отлюблюсь сейчас и на верхний укреп, прилетит под нога. Ну, открою тебе секрет, пока там никого нету, и вряд ли они успеют. Тут, в принципе, они столько потеряют. Они, видишь, не дали захватить нижний укреп район, и это очень важно. На данный момент у них никакое преимущество присутствует. Плюс они с центра могут реагировать оперативно по различным точкам. Ну, смотри, они сейчас отправили свои силы на левый верхний укреп. То есть, получается, сейчас они его заберут и ещё даже успевают вернуться на центр для обороны. То есть, по сути, пока что они просто удерживают наше соотношение от 3 к 2 к счастью крепа. Да. То есть, спокойная, незамысловатая тактика рассчитана на либо победу по очкам, либо просто, как и в прошлом боях, это победа после Грозового фронта. Согласен. Но, заметьте, один интересный момент. На центр не летит никто. То есть, Аноме захватили центр, и Аверкот даже не пытается его захватить обратно, что, на мой взгляд, в принципе, верно. Потому что там постоянно дежурит несколько истребителей противопроложной команды истерегут его. Тут, скорее, стоило истребителям начать собирать укрепы, а тяжам как раз-таки атаковать проходами центра. В данном случае это имело бы смысл. Учитывая скорость и работу проходами, они могли держать истребителей на точке. Ну, да, не давать им реагировать по укрепам, соответственно. Вполне да. Ну, то есть, он мог принести какую-то пользу, в принципе. Ну, просто учитывая, что силы Аноме представлены тремя есть истребителями, то какая работа могла бы что-то помочь? Что у нас сейчас? Аверкот захватило четыре укрепа. То есть, это довольно хорошее подспорье, они сравнялись в счете. Но опять же, силы у них раздроблены, и они атакуют центр сейчас. Надеюсь на то, что пока Аноме отвлеклись, забрать ее. Ну, Аноме быстро отобрало пару точек. А центр так и не смогли забрать, да? Хе-хе. Да. Да. Продолжение следует... Мы уже почти не можем держаться. Скоро придется прощаться. Кто-то пытался пролезть по краюшку центра, что у него не очень вы... Товарищ Рябченко. Видимо, по ошибке туда летел, когда еще центр был за ними. Ну, точнее, когда его начали захватывать, там не было кольцов Аноме, но уже ситуация быстро пришла в то русло, в котором и был. И приближается грозовой фронт. Анатуре, опять же, не очень большое преимущество по очкам, и в конце концов, я думаю, грешится именно в грозовом фронте. Но я оставлю, но то, что сейчас Айрко потеряют один из тяжей... Да, ФСМФ погиб. И сейчас идет бой 3 на 3. Причем, заметь, Айрко попыталась сконцентрироваться на штурмовике. А Аноме изначально преследовали истребителя, прогнав его. Причем, один пошел на помощь штурмовику, взамен ушедшего тяжелого истребителя. И истребитель крутится. И уже на подлете тяжелый истребитель Аноме. То есть, они грамотно распределили свои силы, увязав, завязнув в поле. Вступай в армию, говорили они. Увидишь интересных людей, говорили они. Ты можешь их убить, говорили они. А сейчас, кто кого убивает? Так, с стороны Аноме от потери. Но я бы сказал, что тут Аноме в преимуществе еще немного. У них просто более легкие ситуации. Он более выгоден в виражном воздушном бою. То есть, в результате осталось два тяжелых истребителя против кухлей. Но, учитывая запас времени, уже один тяж. Вот самая большая ошибка тяжелых истребителей в такой ситуации, это начинать пытаться крутиться. Вираж по-хорошему, ему по прямой бы улететь сейчас и работать проходами. Вот, а теперь нет у меня уверенности в завтрашнем дне. Какие шансы вытащить это стой? Но он начал крутиться. Это самая большая ошибка в таких ситуациях. Согласен, абсолютно. Если в рандоме это еще имеет смысл, что можно мимоходом кого-то забрать, там, протаранить, неважно, то в турнирных боях эти ошибки очень сильно влияют. Так, пока что у нас 3.0. Пользовав команда Anomay. ARCO регулярно делает вот такие вот незначительные, казалось бы, ошибки с точки зрения рандома. Но эти ошибки дорого стоят. Причем, им стоит начинать думать над тем, как все-таки противостоять Anomay. Сейчас мы поинтересуемся, будут ли они? Субтитры создавал DimaTorzok Я предполагаю, Паша готов. Да? Запускаем. Нифига себе! Это что, типа война, что ли? Просто старайся рулить так, чтобы не попасть в лучи прожекторов. Посмотрю на эту картику, как будто на прежнюю работу вернулся. А прежняя работа, это не секрет, какая? На крайнем севере работал. С выездом вплоть до океана. Понятно. Ну, собственно, я и живу на крайнем севере. У меня там за окном сейчас хороший ветерок, метров 20 в секунду, минус 35 градусов. В общем, полный парш радостей. Только к океану сейчас не выезжаю, уже поэтому не так холодно. Ладно, ну отвлеклись. Итак, центр за Анна Мэс. В этот раз Аверко забирают только днижнюю. Аверко все еще пытаются торопить свои силы хоть кого-то, но отправить на запасную дочь. Теперь получается полетела три самолета. Команды Аверко на верхний, правый и трех район, и два на нижний. Левый. Пытаются забрать две точки одновременно. Причем на нижний полетело два тяжелых отстребителя, и на верхнюю вышли три лёгких. Два лёгких, один штурмовичок. Ну, они пытаются работать на две стороны одновременно. Тогда как Канамэ, смотри, они отправляют штурмовика на одну точку, и сами летят на другую. В результате их очень сложно довольно заблокировать в данном случае. Потому что, или блокировать истребителей, или штурмовика. Потому что две сразу заблокировать не выйдет. Тяжелые истребители команды Аверко очень долго пытаются забрать нижнюю точку, они гонялись там. Ну, они, скорее всего, обес свой слили на предыдущих точках. Вот, только сейчас они его убрали. Но это долго, очень долго. Так, Аверко правильно сделали, что вывели воздушный бой за пределы точки. Тем самым выиграв немного времени. И в это же время штурмовик у них начал захватывать левый укреп. Он не захватит. Ну, будем надеяться на хорошее. Ну, все-таки, знаешь, встреча с двумя тяжелыми истребителями просто так не проходит. Хотя, тяжелый истребитель предпочел бросить его и полетел дальше. Так, аверко очень шустро взялось. Ребята решили тотально контролить все. Причем, стоит заметить, силы АНМЕ очень сильно разбросались. Угу. То есть, если сейчас АРК соберут быстро кулак и атакуют центр, они могут сделать превосходство? Они его заберут, да. Очень велика вероятность того. Так, два истребителя АНМЕ ведут в бой. АНДИН погиб. Ну, в сочетании, сколько сейчас против него противостоит, я сомневаюсь, что он тоже сможет продержаться довольно долго. Согласен. Тут не вариант, в принципе. Сейчас есть хороший шанс у АНМЕ собрать свои силы в кучку на центре и создать свой кулак, который, собственно, они побеждали в предыдущих боях. Я смутно подозреваю, что это и является сейчас целью. АРК решила атаковать центр. На мой взгляд, не самое лучшее решение на данный момент. В данный момент это решение плохо тем, что силы у них растянулись. Если бы они одним таким крепко сбитым кулаком атаковали, тогда могло бы еще выйти. Но так как АНМЕ держится рядом, а АРК по очереди заходит по точку, в результате их просто-напросто по одному разбирают. Да, собственно, это сейчас не случилось. Получилось так, что все игроки кулаком АНМЕ были уничтожены, но мы как раз-таки отреспились на центре. Это да, на этом аэродроме. Сейчас главное АРК не начинать паниковать, делать ошибки, и не идти в центр. То есть, нижний укреп захватить, отрядить защиту на верхний укреп. Но они идут в центр. Они идут в центр. Плохая ошибка просто потому, что они смогут попасть в грозовой фронт. И сейчас АНМЕ продержат их немножко до грозового фронта и разберутся. Это будет очень-очень интересно. То есть, они сейчас будут лишаться потихоньку своих сил. Просто на пустом месте. Что мы увидим? На центре штурмовик и тяжелый истребитель. Тяжелый. Спалился. Штурмовик сейчас тоже уже потеряется. То есть, вот этот вот кулак АНМЕ, собственно говоря, он и помогает выигрывать бой. Противник обладает превосходящими силами. То есть, если казалось, Байер Ход вело всю игру по счету и сейчас продолжают вести. Но просто банально из-за того, что у них сейчас нету людей и не могут защитить точки даже. А так как точки здесь находятся рядом со всеми бойцами, а на моих могут очень быстро забылить. То есть, это банальное увлечение в боем и выпускание из вида того самого фронта. Ну, я думаю, у ребят будет возможность как-то пересмотреть это все, этот стрим, подумать над своей тактикой. И вполне возможно, что и этот момент участие. На протяжении вот нескольких турниров, наблюдая за ИРКО, в принципе, тактика всегда сводится к тому, что они разделяют свои силы и пытаются работать на несколько фронтов. То есть, если некоторые, наоборот, делают упор на то, чтобы максимально сделать свою какую-то боевую силу, либо БЛАК собирают, либо делают ставку на воздушный бой и чисто конкретно захват точек отряжают парочку истребителей, то страна ИРКО всегда именно вот эта вот схема растяжения своих сил имеет место. Ну что ж, команда АНАМЕ победила со счетом 4-0. Поздравляю победителей. Ну, ИРКО тоже, или довольно хороший бой. Чуть-чуть ребята не дожимали свое начало. Поэтому, поздравляем АНАМЕ, успехов АНАМЕ в дальнейшем. И все-таки хотелось бы, чтобы ребята немножко дожали свою стратегию, свою тактику до идеала. И уже в дальнейшем победы. Всем спасибо. Спасибо, Павел. И тебе, Павел, тоже спасибо за стрим. Все. Всем удачи. Всем спасибо. Всего доброго. Гусар пошел чай гонять. Субтитры сделал DimaTorzok